Евгений Носов, «Тридцать зерен». Ночью на мокрые деревья упал снег, согнул ветви своей рыхлой сырой тяжестью, а потом его схватило морозцем, и снег теперь держался на ветвях крепко, будто засахаренная вата. Прилетела синичка, попробовала расковырять намерсь, но снег был тверд, и она озабоченно поглядела по сторонам, словно спрашивая, как же теперь быть? Я отворил форточку, положил на обе перекладины двойной храм-линейку, закрепил ее кнопками и через каждый сантиметр расставил конопляные зерна. Первое зернышко оказалось в саду, зернышко под номером 30 в моей комнате. Синичка все видела, но долго не решалась слететь на окно. Наконец она схватила первую коноплянку и унесла ее на ветку. Расклевав твердую скорлупу, она выщипала ядро. Все обошлось благополучно. Тогда синичка, улучив момент, подобрала зернышко номер два. Я сидел за столом, работал и время от времени поглядывал на синичку. А она все еще рабее и тревожно заглядывая в глубину форточки, сантиметр за сантиметром приближалась по линейке, на которой была отмерена ее судьба. Можно я склюю еще одно зернышко? Одно единственное. И синичка, пугаясь шума собственных крыльев, улетала с коноплинкой на дерево. Но, пожалуйста, еще одно, ладно? Наконец осталось последнее зерно. Оно лежало на самом кончике линейки. Зернышко казалось таким далеким, и идти за ним было боязно. Синичка, приседая и настораживая крылья, прокралась в самый конец линейки и оказалась в моей комнате. С боязливым любопытством вглядывалась она в неведомый мир. Ее особенно поразили живые зеленые цветы и совсем летнее тепло, которое овеяло зябшие лапки. Ты здесь живешь? Да. А почему здесь нет снега? Вместо ответа я повернул выключатель. Под потолком ярко вспыхнула электрическая лампочка. Где ты взял кусочек солнца? А что это? Это книги. Что такое книги? Они научили зажигать это солнце, сажать эти цветы и те деревья, по которым ты прыгаешь. И многому другому. И еще научили насыпать тебе в конопляных зернышек. Это очень хорошо. А ты совсем не страшный. Кто ты? Я человек. Что такое человек? Объяснить это маленькой глупой синичке было очень трудно. Видишь нитку? Она привязана к форточке. Синичка испуганно оглянулась. Не бойся, я этого не сделаю. Это и называется у нас человек. А можно мне съесть это последнее зернышко? Да, конечно. Я хочу, чтобы ты прилить встала ко мне каждый день. Ты будешь навещать меня, а я буду работать. Это помогает человеку хорошо работать. Согласна? Согласна. А что такое работать? Видишь ли, это такая обязанность каждого человека. Без нее нельзя. Все люди должны что-нибудь делать. Этим они помогают друг другу. А чем ты помогаешь людям? Я хочу написать книгу. Такую книгу, чтобы каждый, кто прочитает ее, положил бы на своем окне по 30 конопляных зерен. Но, кажется, синичка совсем не слушает меня. Обхватив лапками семечка, она неторопливо расклевывает его на кончике линейки.